Как это не печально, но мы заканчиваем знакомство с Google Analytics 4. Печально это в первую очередь потому, что тема очень обширная и курс общей продолжительностью минут 40-50 не может дать вам всей полноты информации о том, как пользоваться Google Analytics. Например, вот вопрос, который мучил меня и, возможно, мучает вас, а где собственно посмотреть поисковые запросы. Вот аналитика пишет, что есть органический поиск 5 человек. Но нигде ничего не нажимается, посмотреть по каким ключевым словам они зашли на сайт мы не можем. Ответ на этот вопрос я дам в конце этого видео, а мы возвращаемся в панель администратора с тем, чтобы разобраться с раздачей прав. Тема важная, поскольку напрямую касается безопасности. Периодически заходите сюда и смотрите кому какие права вы дали и отзывайте те, которые уже не актуальны. Тут все не так просто, но как всегда в Analytics и не так сложно. Итак, у нас есть аккаунт и ресурс. Что это такое, в чем разница? Это матрешка. В одном аккаунте может быть несколько ресурсов и, предоставляя доступ к аккаунту, вы автоматически предоставляете доступ ко всем ресурсам, которые есть в этом аккаунте. Вот у нас в аккаунте Дабер 4 ресурса. Старая аналитика, новая и какие-то два непонятных. Мы можем добавить сюда еще какой-то сайт. И предоставив доступ к этому аккаунту, мы дадим пользователю доступ ко всем сайтам, которые есть в этом аккаунте. Вот так предоставляется доступ. Нажимаете плюс, добавить пользователя, адрес электронной почты и права. Администратор имеет самые большие полномочия. Он может добавлять, удалять пользователей и изменять права всем пользователям, включая вас. Поэтому административные права давайте только тем, в ком вы уверены. Ну а дальше по уровню прав все, в общем-то, расписано. Дадим человеку право быть редактором на уровне аккаунта. Он станет редактором во всех ресурсах, которые есть в этом аккаунте. Права можно изменять впоследствии или вовсе закрыть доступ. Закрывать не будем. А сделаем человека аналитиком. А на уровне определенного ресурса, в данном случае он уже маркетолог, потому что я тут игрался, но он должен быть здесь аналитиком. А на уровне определенного ресурса мы его здесь сделаем редактором. Таким образом он наследует права аналитика во всех ресурсах, кроме Google Analytics 4 на сайте свельта.ru, где мы назначили его редактором. Давать доступ к аккаунту не обязательно. Можно дать человеку доступ к какому-то определенному ресурсу. И еще раз, внимательно относитесь к раздаче прав. Потому что вот, например, мой второй аккаунт Вова Ломов, которому я дал административные права на уровне аккаунта. И этот Вова Ломов может сделать вот так, опять же, на уровне аккаунта и закрыть доступ мне, человеку, который этот аккаунт создавал. А может, например, понизить меня на уровне аккаунта до читателя. И сделать с этим я ничего не смогу. Поэтому если вам нужно дать кому-то административные права, давайте на уровне ресурса. Возможно, все не совсем понятно сразу, но теперь стало проще, потому что раньше в аналитике вы могли давать права на трех уровнях. На уровне аккаунта, ресурса и представления. И, кстати, да, когда я говорю об административной панели, не лишним будет напомнить, что в административной панели собраны все ресурсы, к которым у вас есть доступ. То есть непосредственно Google Analytics 4 находится у меня в аккаунте Добер. И ресурс здесь не новый сайт, а вот этот с Вельта. Здесь мы и осуществляли все действия по настройке Google Analytics 4. Но в принципе здесь вы можете выбрать какой-то другой ресурс и настраивать его. Вот опять он говорит, что мы не перешли, а осталось 19 дней. И возвращаемся к поисковым запросам. Где посмотреть, по каким ключевым словам вас искали? Нигде. Это самая большая странность Google Analytics, но здесь нет информации о поисковых запросах. Однако информация эта есть в Google Search Console. Ну, сейчас ее нет, потому что я только что подключил консоль, но в принципе информация должна быть здесь. Популярные запросы. А вот, популярные запросы с кликами и показами. Подключить ресурс в Google Search Console вы можете вот так. Добавить ресурс. Здесь указываете URL. Дальше вам предложит каким-то образом подтвердить, что вы являетесь владельцем этого ресурса. Я использовал HTML-файл. Его нужно взять и положить в корень вашего сайта. Тут не перепутайте, корень вашего сайта это то, что лежит в паблик HTML. И теперь вы можете связать Google Console с вашим сайтом. Здесь нужно найти именно ГАД-4 и теоретически со временем информация о поисковых запросах будет появляться и в аналитике. Но правда только информация о поисковых запросах из Google. История с поисковыми запросами — это самое странное, что есть в новой аналитике. И если не брать во внимание подобные казусы, я бы сказал, что в Google Analytics 4 стал гораздо удобнее. Точная настройка событий дала пользователю больше возможностей, но при этом сам интерфейс стал проще и понятнее. Многое в курсе осталось за кадром, мы вообще не коснулись Google рекламы, но уж извините. Возможно сделаю продолжение, голосуйте лайками и комментариями. А также подписывайтесь на канал, ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.